Забраж 2019 Давайте по вашим просьбам Сделаем автомат Калашникова И начнем именно с магазина Как его по-быстренькому сделать Ну по-быстрому, не по-простому Так, открываем куб Вытягиваем куб Edit Make Polymesh Shift левая кнопка Кнопка мыши выравнивает Заходим в геометри Находим Dynamesh Project ставим Dynamesh Преобразуем сетку Теперь следом Заходим в Subtools Так, пардонте Теперь в геометрии надо все это дело В сайзе уменьшить И немножко Сплюснуть Вот таким вот образом Alt левая кнопка мыши приближает Так, еще можно немножко уменьшить Shift левая кнопка мыши выравнивает Поле F Видимо сетки Драв сайз уменьшает кисточку Теперь Включаем В текстурах подгружаем именно Import Подгружаем Наш автомат Z включает глаз Приближаем Отдаляем Уменьшаем прозрачность Где-то вот так вот Сделаем Вот так Уменьшим теперь Именно магазин До Куба Вот так Shift Z Отключает Картинку Z Отключает глаз Теперь Добавляем Аппенд Добавляем Сферу Переключаемся На сферу Заходим В геометри Уменьшаем Сферу С помощью МОВ Перетягиваем Ее Вот так вот Теперь Делаем Дайномеш В сфере Просто нужно будет Вычитать Так Ну и в принципе Можно и немножко Вытянуть И немножко Перекрутить И уже Здесь Подловить Вот этот Изгиб Вот так вот Немножко Еще Сплюснуть Вот так вот Подвинуть Можно И еще Немножко Сплюснуть Вот таким Вот образом Shift Z Отключаем Все это Делаем Теперь Переключаемся На Вычитание И ставим На Куб Делаем Merge Down Окей Объединяем Две Два Саптула И Ctrl Левая Кнопка Мысли Снимаем Выделение В смысле Маску На рабочем Окне Происходит Дайномеш Так Что еще У нас тут Shift Z Подгоняем Сдвинулся Теперь Получается Ctrl Shift Включаем Stream Curve Обрезаем Здесь Так Ctrl Z Пардонте Немножко Вытягиваю Alt Подгоняем Вот так Вот Ctrl Shift Делаем Обрезку И вот Теперь Нужно Z Включить Перевернуть Нашу Заготовку Картинку Отключить Z Глаз И перекрутить Нашу Модель Опять же Подгоняем Подкручиваем И устанавливаем Где-то Вот таким Вот Образом Так Теперь Ctrl Shift Выбираем Вот эту Резку Clip Circle Вот Так Все Это Дело Ровнее Стараемся Обрезать Обрезаем В принципе Нормально Так Теперь Ctrl W Делаем Dynomers Смотрим Сетку Ctrl Z Делаем Dynomers Теперь Прибавим Резолюцию Вот так Вот Более Четко Уже Стало Теперь Ctrl Ctrl Z Включаем Картинку Alt Левая кнопка Мыши Возвращаем Модель На место Ну и Теперь Ctrl Клик Ставим И вот так Вот Маскируем Ctrl Z Теперь Нам Это Не Надо Так Ctrl Z Ctrl D Ctrl D Пусть Побольше Будет Полигонов Ctrl Z Повторяем Alt Левую кнопку Мыши Возвращаем На место Ctrl Маскируем Чтобы Полоса Была Четкая Вот Так Вот Ctrl Z Отключаем Картинку Что-то Здесь Неинтересно Давайте Ее Так Подправим Вот Так Вот Теперь Переключаемся Ctrl На Флип Хэт Делаем Здесь Вот Так Вот Ctrl Alt Делаем Ctrl И И вот Здесь Все это Делаем Сузим Ctrl Левая кнопка Мыши Снимаем Выделение Следом Здесь Уже Попроще Пойдет Выделяем Ctrl Делаем Ставим Круг И Вот Так Здесь Выделяем Маской Ctrl Z Ctrl D И Вот Так Маской Маскируем Вот Эту Часть Ну Чтобы Более Менее Получилось С Изгибом Вот Так Где-то Назначаем Ctrl W Полигруппу Следом Переключаемся На кисточку Вот Эту Кург Тюб И Заходим В строк Находим Кург Функцион И Prime Mesh Появилась Вот Такая Вот Курва На Семерочку Ставим Отключаем Дивайды У кого Включены Это Многовато На Троечке Будет Маловато Так Ну Пятерка Должна Нормально Быть Вот На Пятерке И то Многовато Четверочку Включим На Четверке Вот Нормально Снимаем Теперь Селчок На Модели Снимаем Курву Теперь Ctrl Левая кнопка Мышля Снимаем Маску Соптулы Заходим Сплит Жмем Сплит Туперц Ок Отделяем Нашу Соплю Вот эту Ctrl Shift Ставим Резку Трим Курв Обрезаем Ее Где-то Вот Так Вот А здесь Обрезаем Где-то Вот Так Вот Теперь Ctrl W Делаем Делаем Дайна Мэш И Теперь Ctrl Левая кнопка Мышь Левая кнопка Мыши Все это Дублируем И Немножко Вытягиваем И Мыши Дублируем Ее Тоже Вытягиваем Немножко Вот Так Подкорректируем Ctrl W Назначаем Полигруппу Вот этим Соплем И Теперь Делаем Grove Сплит Отсоединяем Вот эту Одну Соплю И на Нее Переключаемся Заходим Теперь Деформацию Находим Импулат Немножко Ее Делаем Тоньше Где-то Так Делаем Ей Ctrl D Ctrl D Чтоб Она Была Четче Так Немножко Ее Наверное Еще Вытянем Немножко Подкорректируем Вот Таким Вот Образом Ну Вроде Нормально Теперь Заходим Сопту И Находим Вот эту Соплю Поднимаем Ее Под Магазин Переключаемся На магазин Ctrl W Делаем Одну Полигруппу Теперь Получается Делаем Вычитание Так Пардон Не Этой Сопту Вот Этому Сопту Нижнему Делаем Вычитание Ставим Включаем Именно Верхний Сопту И Теперь Делаем Mergedown Объединяем Два Сопту И Ctrl Снимаем Левую Кнопку Мыши Происходит Вычитание Вот Так Теперь Ctrl W Делаем Dynamesh И И Вот Этому Всему Можно Сделать Именно Деформации Polish Немножко Теперь Опять же Ctrl Ставим Curve Маскируем Где-то Вот Тут Делаем Ctrl W Ставим Опять Сопли Эти И Заходим В строк И опять Fry Mesh Так Вот Здесь Уже Вы Видите Что По слову Сопли Ломка Делаем Ctrl W И Ctrl D Ctrl D Магазину Пусть Он Будет Чуть Чуть По Полигональней Вот Теперь Полоса Ровная Ctrl W Заходим В строк Fry Mesh И Вот Теперь Опять же Забываю Отключать Вот Эту Вот Делу И Нажимаем На Соплю Сопля Чуть Чуть Большеватая Поставим На Троечку Ну Вот Уже Пойдет Теперь Снимаем Курву Переключаемся Ставим Сплит Сплит To Перц Отсоединяем Вот Эту Часть Соплю И Теперь Ctrl Shift Давайте Немножко Ее Порежем Вот Так Ну И Где-то Вот Так Делаем Ctrl W Одну Полигруппу Делаем Dynomesh И Ctrl D Ctrl Ладно Хватит Пока Так Ctrl D Ну Вот Получается Вот Такая Вот Ступенция Теперь Делаем Move И Ctrl Левая Кнопка Мыши Так Опять же D Lower И Ctrl Левая Кнопка Мыши Все Это Дело Переносим Вот Так Ну Вот Так Получился Магазин Нужно Теперь С Этой Частью Тоже Поработать Так Вот Так Ее Выставляем Снимаем Маску Теперь Переключаемся На Магазин Снимаем Маску Делаем Ctrl W Одну Полигруппу Теперь Ctrl Ставим Круг Так Круг Не Получается Ctrl Z Круг Вставим И Вот Так Маску Отделяем Теперь Делаем Опять же Вот Здесь Вот Посередине Прехет Сохранение Ctrl Делаем Вот Так Вот Здесь Прозрачность Так Чуть Поменьше Вот Так Делаем Ctrl Alt Shift Можно Левая кнопка Мыши Сгладить Именно Вот Эту Размыть Маску И Теперь Ctrl И И Попробуем Опять же Мов И Чуть Чуть Вот так Сделать Уже Снимаем Снимаем Маску Следом Что можно Сделать Теперь Заходим Аппенд Берем Сферу Заходим на сферу геометрии, сферу можно уменьшить, и нужно теперь найти именно в кистях патрон, вот здесь он будет, вот он, и вытягиваем, так это рисует курва, нам нужно зайти в строк и курв мод отключить, теперь будет вот один патрон. Так, теперь, ставим теперь в саптулах, так, Ctrl-E, делаем одну полигруппу патрона, Ctrl-W, чтобы он отделился, и делаем Grow Split. Так, патрон отделился, сферу можно теперь удалить, Delete, смотрим на патрон, и вот теперь патрону нужно сделать дайномер, чтобы он был хорошо полигонален, так, это что с ним произошло, Ctrl-Z, так, чуть-чуть прибавить, вот, уже нормально, и теперь я пока сохранюсь, на всякий случай, в файл Save As, именно сохраню проект, прошлый, так, ну и теперь нужно патрон именно засандалить вот сюда, так, теперь Move, и вот так все это дело перекручиваем, вот так вот, теперь вот так это дело все подставляем, перетягиваем вот сюда, и немножко перекручиваем, вот таким образом, так, теперь немножко уменьшаем, и подгоняем вот именно к магазину, так, чуть-чуть выравниваем, и вот так его подставляем, чуть-чуть можно даже вглубь, и немножко еще уменьшить, вот так, ставим теперь прозрачность, вот так выводим, и делаем Ctrl и дубликат, Ctrl и дубликат, немножко подкручивая, Ctrl и дубликат, много не надо, снимаем выделение, вот таким вот образом, ну вот в магазине появились патроны, теперь можно все это дело вычитанием попробовать сделать, так, смотрим на стенки, чуть-чуть еще можно уменьшить, чуть-чуть подкорректировать, так, Ctrl и дубликат, и немножко приподнять, теперь всему этому делаем дубликат, вот так, немножко, один дубликат отключаем, нижний поднимаем именно до магазина, вот так под низ, ставим на вычитание, переключаемся на магазин, жмем Merge Down, окей, и снимаем маску, вот такое место для патрона, и вот теперь еще вопрос в чем, так, опять же сохранюсь, save as, сохранить, да, вот теперь можно дальше его, теперь нужно все это дело объединить, все вот эти софтулы, делаем, кроме патронов, вот эти вот Merge, окей, и Merge, окей, все, патроны пока не трогаем, и что получается, нам теперь нужно включить FUR, делали это мы по оси X, и теперь X включаем, смотрим, где находится именно симметрия, вот находится симметрия у нас вот тут вот, вот так, теперь нужно все это дело X отключить, и все это дело перекрутить, смотрим так, крутим там, где у нас полная полоса, вот это будет вот тут вот так вот, смотрим, выравниваем, и теперь попробуем сделать именно Миро N12, так, Ctrl Z, немножко сдвигаем, Миро N12, Ctrl Z, двигаем, наверное, вот сюда, Миро N12, вот, вот теперь нормальный магазин, симметричный, вот так вот, ну и вернем теперь патроны, вот таким образом, МОП, так, не туда я их засандалил, ничего, перекрутим, попутал ход, так, так, ну и вот теперь опять же можно сохранить, save as, на всякий случай, и вот теперь нужно вот это дело все так, так, немножко сделать Dynamesh, объединить, Делаем Ctrl W, Девайдов прибавляем, и вот так вот, вот такой получился магазин, теперь можно в деформации немножко всему этому сделать Polish, вот так он станет помягче, вот таким вот образом, и шифтом можно вот эти вот части немножко сделать, опять же кисточку чуть-чуть поменьше, и чуть-чуть вот так сделать глаже, вот так вот, ну и Ctrl D, чтобы был почетчик, вот такой получился магазин, прикольная штукенция, прикольная штукенция, у меня примитивы просто расползаются, сетка очень гадкая, ну вот, в принципе, настрою его сейчас, говорю, полазию, но уже ролик вот таким будет, извините, пока, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова